Российские ракеты победили в битве за Турцию Российские ракеты победили в битве за Турцию и Анкара недовольны предложением Вашингтона Коммерсант от 20 февраля 2019 года, 21-20 турецкие власти дали понять, что откладывают покупку американских зенитно-ракетных комплексов из-за того, что условия сделки их совершенно не устраивают В то же время поставка российских системы С-400 ожидается уже в июле, и этой сделке ничего не угрожает Такое развитие событий может свести на нет попытки Анкары и Вашингтона наладить свои отношения после изнурительного дипломатического противостояния Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмейл Демир в среду дал интервью телеканалу NTV, в котором рассказал о ходе реализации крупнейших оружейных сделок страны Говоря о покупке системы С-400 у России, господин Демир подтвердил, что все идет так, как было запланировано еще год назад В июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю текущего года системы будут введены в эксплуатацию, сказал он, цитата Патас А вот что касается покупки американских комплексов То здесь Исмейл Демир указал на серьезные проблемы Мы запрашивали у США системы Ответ на этот запрос пришел через полтора года Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде, сказал он, уточнив, что переговоры по поводу сроков продолжаются Эти слова, по сути, дополняют субботнее заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, но звучат более жестко и однозначно Мы заключили соглашение с Россией по С-400 и не можем отступить Вопрос закрыт, сказал турецкий президент с журналистом в самолете на пути из Сочи Что касается Патриот Мы приветствуем их приобретение, но это приобретение должно служить интересам нашей страны Несмотря на то, что администрация США положительно относится к поставкам, они не могут дать гарантии на совместное производство и предоставление кредита В течение всего прошлого года Вашингтон пытался отговорить Анкару покупать российские ракетные системы С-400, указывая на невозможность интегрировать российские зенитно-ракетные системы в НАТО Однако Турция не прислушивалась к этим аргументам Тогда уже в декабре администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Анкаре собственных зенитных ракетных комплексов на 3,5 миллиарда долларов Это позволило говорить о потеплении в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, для которых 2018 года был полон противоречий Однако теперь стало ясно, что эти предположения были поспешными При этом Вашингтон по-прежнему резко негативно относится к идее Анкары купить С-400 Мы не будем сидеть сложа руки пока союзники по НАТО покупают вооружение у наших противников Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники увеличивают зависимость от Востока Сказал вице-президент США Майкл Пенс на международной конференции по безопасности, проходившей в Мюнхене 15-18 февраля Как США хотели наказывать другие страны за покупку оружия в России при этом о сделке, связанной с истребителями Ф-35, Исмейл Демир говорил достаточно уверенно Первые два самолета будут доставлены уже в следующем месяце, сказал он в интервью Отметим, что летом прошлого года Конгресс США приостанавливал поставку Турции этих истребителей до публикации специального доклада об американо-турецких отношениях Похожую риторику в конце прошлого года использовал и Реджеп Таип Эрдоган, заявивший, что Турция намерена получить 120 истребителей Ф-35 Между тем, как сказал твердый знак директор Центра анализа стратегии и технологии Руслан Пухов Риск не получит ни системы, ни истребители, для Анкары сохраняется Это рациональный риск Турки предполагают, что в американской администрации умеют считать деньги, так как сотня самолетов это очень хорошая прибыль, пояснил он Однако готовность Турции пойти на него ради поставок из России можно назвать значительно победой Москвы По мнению директора Центра изучения современной Турции, ЦИСТ, расположен в Москве, Амура Гаджива, доверие между Анкарой и Вашингтоном действительно продолжает снижаться, на что указывает стремление Турции создать собственную систему противовоздушной обороны, независимую от США Отношения Турции с западными странами остаются зигзагообразными, отметил эксперт В таких условиях Турция не может рассчитывать на то, что завтра американцы не введут эмбарго против нее Перед Турцией не стоит задача интегрировать С-400 в глобальную систему НАТО при помощи российских ракет Она хочет создать параллельную систему, где рычаги управления будут в ее руках С другой стороны, Россия предложила не только поставки систем, но и обучение кадров и передачу некоторых технологий, что отвечает интересам Анкары Что же касается переговоров о поставках систем, то они, по мнению господина Гаджива, после поставок С-400 либо будут заморожены, либо примут велотекущий характер После получения системы С-400 большого смысла в покупке не будет, констатировал эксперт Живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам, РСМД, Тимур Рахметов в свою очередь призвал отойти от понимания политики Турции как балансирования между Москвой и Вашингтоном Выбор Анкары в пользу С-400 указывает лишь на то, что сегодня в вопросе военных поставок национальные интересы Турции и России совпадают, сказал твердый знак эксперт В ряде случаев, в том числе в сирийском урегулировании, Россия подтвердила свое уважение к национальной безопасности Турции Но не стоит забывать, что и в руках США остаются эффективные инструменты влияния И вопрос, стоит ли Турции рисковать сотрудничеством с американскими компаниями ради нескольких ракетных комплексов, остается открытым Кирилл Кривошев